Всем привет! Сегодня я с вами хочу сделать обзор на новые мои кисти от Sedona Lace. Это их люксовый набор. Он у меня относительно недавно появился, и я им уже очень активно пользуюсь. В принципе, сложилось мнение об этих кистях, и хочу вам об этом мнении своем рассказать. Если вам интересно посмотреть на обзор этих четырех кистей, то, конечно же, продолжайте меня смотреть. Начну я, наверное, с небольшой предыстории. У меня, на самом деле, был до этого давно, где-то, наверное, года полтора назад еще набор Sedona Lace, который назывался Vortex. Я этот набор, честно говоря, от него избавилась, потому что мне он очень сильно не понравился. Большинство кистей было очень сильно жесткими. Были вообще скошенная кисть, по-моему, она там предназначалась для бровей. Она была вообще кошмарная, просто такое впечатление, что она из иголок была сделана. В общем-то, набор мне этот не понравился. И долгое время, когда я слышала, что Sedona Lace это то же самое, что Sigma, у меня очень сильно закрадывались сомнения, потому что я, честно говоря, в это не верила. По моему опыту, по тому набору, который был у меня, я могу однозначно сказать, что Sedona Lace намного-намного хуже, чем Sigma. И долгое время я не решалась ничего заказывать с этого сайта, но увидела вот этот вот набор, который у них как бы люксовая версия идет. Здесь всего 4 кисти. Этот набор относительно дорогой, точную цену не вспомню, по-моему, где-то около 65 долларов он стоит за эти 4 кисточки. И выполнены они не так, как все остальные кисти обычные, стандартные. У них такие скошенные здесь кончики на ручке именно. И сама вот эта основа выполнена из такого как бы металла цвета розовое золото. Очень модный сейчас цвет металла, поэтому, в общем-то, я думаю, они именно поэтому, видите, и сделали именно такими. Форма такой ручки не напоминает хак ухода, там где красная серия Vermillion, но хак ухода, конечно, сделана намного более качественно. Это все-таки так более простой вариант, чем хак ухода. Что касается самих кистей, то здесь 4 кисти. Одна вот такая вот большая, как можно сказать, лопатка такая. Вторая, похожа на нее, только немножко меньше по размеру. И 2 кисти для глаз. Одна стандартная, такая просто плоская, довольно плотно набитая. И растушевочная кисть. Давайте теперь я про них, про все расскажу более подробно. Начну, наверное, с кисти для пудры. Я ее использую для финишной пудры. Вы, возможно, видели, как я ее использую. То есть вот так вот наношу свою пудру от Hourglass. Кисть очень мягкая, вот действительно мягусенькая, просто очень-очень приятная коже. Очень приятно ей наносить любые вот такие вот закрепляющие продукты. И что радует, она не елозит, скажем так, по коже. То есть она не портит тот макияж, который был сделан до того. То есть если вы нанесли тональную основу, вы ее идеально растушевали, и возьмете очень жесткую кисть для пудры, то эта жесткая кисть вам оставит полосы, естественно. Помимо того, что наляпает пудру на лицо. Эта кисть мне очень понравилась. До того, как у меня появилась эта кисть, я пользовалась своей от Колин Су, которая под номером G2. Они, в принципе, похожи между собой. Колин Су немножко более плотно набита. Эта же, она более такая гуляющая кисть, но при этом она очень мягкая, и вот никаких нареканий к ней нет в плане того, как она наносит мою пудру Hourglass. Следующая кисть тоже для лица. Это очень такая маленькая кисточка. В принципе, ее можно использовать для многих вещей. Ей можно делать контурирование, то есть ложить ее вот так вот боком и делать контурирование. Не очень это удобно, но можно справиться при желании. Больше всего я люблю этой кистью наносить румяна. Я вот так вот ставлю на яблочки, наверх скулы, и вот так вот наношу очень легко румяна. Она небольшая, но в то же время отлично, мне кажется, подходит для того, чтобы наносить румяна. И также можно наносить хайлайтер. Можно вообще ее макануть, скажем так, кончиком, и вот так вот пройтись по всем выступающим зонам для того, чтобы нанести хайлайтер. Ворс точно такой же, как у этой большой кисти. Очень мягенький, очень приятный. Не стал более жестким после того, как я ее помыла, поэтому, в принципе, тоже нареканий у меня к ней нет. Дальше переходим к кисточке для глаз. Эта кисть более такая набитая, чем стандартные кисти, например, там, мат 239, или, например, тоже хакухода. У меня есть такая тоненькая, малюсенькая кисточка. В общем-то, она очень маленькая, но такая разбитая, держит хорошо тени. Эта кисть уже более такая пухленькая, но, тем не менее, она отлично набирает цвет, замечательно подходит кисть для того, чтобы нанести цвет на всю века. Хорошо она набирает на себя продукты, хорошо его отдает. В принципе, тоже ничего больше сказать не могу. Ворс немножко другой. У меня такое впечатление, что это пони. Я могу ошибаться, конечно, я так на ощупь, может быть, не очень сильна в том, чтобы определить, какой именно это ворс. Но ворс немножко более жесткий, чем вот в этих кистях. Но, наверное, это даже хорошо, потому что он лучше набирает в себя продукты. Последняя кисть, о которой я хочу рассказать, это растушевочная кисть. Она немножко нестандартная, потому что она более высокая, чем большинство кистей растушевочных. Более узкая. То есть, если, например, мы возьмем вот Sigma E25, поставим их рядом, не знаю, насколько вам будет видно, но я в любом случае потом сблизка это вам все покажу, то однозначно видно, что Sigma, она более широкая, более короткая. Эта же более длинная. Возможно, ее можно поставить рядом с Sigma E36, но опять-таки, она E36 более короткая и очень-очень тоненькая такая гуляющая. Эта кисть действительно уникальная. Она мне этим... Сначала, когда я достала ее из упаковки, я подумала, что она мне не понравится. Но потом при использовании я поняла, что у нее очень много достоинств. В том числе, она замечательно вот именно заладит внутрь складки, и вот там можно ей лично растушевать оттенок. Она подходит под любую форму глаз и под любой размер глаз. То есть, вы можете ей делать макияж как для совсем маленьких глаз, так и для более больших, так и для вообще больших глаз. Она не будет слишком маленькой для этого. И в то же время не будет слишком большой. Я люблю ей тоже вот так вот, не именно не так вот кончиком растушевывать, а вот так вот положить ее плоскостью и тушевать, например, цвет на веко. Вот, например, более темный цвет уводить на веко. Очень классно она так справляется и тоже отлично она умеет наслаивать разные оттенки. Например, если я беру светло-светло-коричневый, наношу его очень высоко практически под бровь, потом я беру более темный коричневый и тушу его чуть-чуть там в складку и чуть-чуть поднимаю выше. Потом я могу взять еще более темный, там, например, какой-то черный или темно-темно-коричневый и тоже его вот так вот чуть-чуть наслоить. И вот этот острый кончик, в принципе, помогает отлично просто вот целенаправленно нанести цвет и там его и оставить, чуть-чуть растушевав. Поэтому в заключение могу сказать, что эти кисти действительно полностью изменили мое мнение о Sedona Lace. Именно конкретно вот этот набор я могу полностью вам рекомендовать с чистой совестью, потому что он очень мне понравился. Единственное замечание, конечно, кисти эти лезут. Не сильно лезут, но они лезут. Пара волосков такие из них повылазило во время макияжа и во время мытья у них тоже повылазило несколько волосков. В основном держит свою форму эти кисти. И последнее, что я хочу добавить, это то, что набор действительно классный в плане того, что покупая такой набор, у вас будет практически все для того, чтобы сделать полноценный макияж. Единственное, чего мне не хватало, это какой-то маленькой деликатной такой детальной кисточки. Вот если бы здесь была совсем маленькая какая-то кисточка, такая вот по типу, как, например, Sigma E46, которая может детальную работу делать, растушевывать нижнее веко и так далее, и тому подобное, был бы набор просто идеальный. Но вот без этой кисточки как-то все-таки мне ее не хватает, когда я делаю макияж. Кстати, макияж глаз, вот именно вот этот сделан вот этими двумя кистями. Если вам интересно будет на него посмотреть, я могу его повторить для вас. Опять-таки использую эти кисти или какие-то другие. И, в общем-то, это, наверное, все, что я могу сказать про этот набор кистей. В целом, я могу ему поставить, наверное, пять с минусом. Минус за то, что кисти немножко все-таки лезут. А так, очень мне понравилось. Оформление приятное. Кисти выделяются своим цветом, выделяются своим красивым оформлением. И сейчас эти кисти, в принципе, заместили все остальные мои кисти. Не могу сказать, что они заменили, конечно, мои кисти Хакухода. Но Хакухода я использую для более какой-то такой вот профессиональной тушевки, для более каких-то профессиональных макияжей. Для себя просто вот эти кисти отлично. Я ими уже сколько времени делаю макияж и очень-очень ими довольна. В общем-то, в любом случае, если у вас остались еще какие-то вопросы, вы можете мне их задавать в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, если вам понравилось это видео. И увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!